Приветствую доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги. И это уже 32-я серия Стальной Алхимик Братства. Погнали! Начали. Как бы сказать, на рисунок она похожа, но... И вправду. Серьезно похожа, да? Симпатичная правда. В каком месте? Я знаю. Нет у нас на такие глупости времени. Воистину. Облом чувак. Да уж. Куда она делась? Ну, не знаю, не знаю даже. О. Те же, как по-видимому, преступники, и они елжи показываются, я знаю. 32-я серия. Сын генерала. Сын генерала. Вист-сити. Вы прибыли в Вист-сити. Короче, она им тащит продукты. Потому что те не должны показываться. Одного преследуют за то, что он там. Последний раз шрама видели здесь. Он все еще в бегах. Вот ведь упрямец. Серьезно. Ох, прошу прощения. Я сама виновата. Внимательнее надо быть. У тебя необычная одежда. Это что, мужик? Ну и ну. Достопримечательности смотришь. В Вист-сити их не так уж и много. Нет. Просто тут пересадка. Я на север еду. Поезд в северный город отходит от 3-го. Точно, шрам же отправляет в северный город. Спасибо, что собрать помогли. Счастливого пути. А, вот и шрам по-видимому. А, не этот, не шрам. Кажется, это Марко. Какая забавная кошка. Это мужик. Опа-на. Видимо, это шрам и Марко. Куда он делся? Шаги я точно слышал. Вот он. Ребята, Марко. А, на сей раз безубийства. Ты посмотришь это, да? Он там красивый такой разрез сделал, если заметили. Говорите, с ним был черноволосый мужчина средних лет? Да, согласно рапорту. Черноволосый мужчина средних лет. О ком речь? Вчера он был здесь. А, за шрамом. Держит путь на запад. У нас несколько раненых, разная степень тяжести. Шрам настоящий безумец. На себя посмотришь. Внимание, он требует немало. Что он задумал? Что ж, пора за работу. Куда? Вот, фига не да. Знали, кого вытащить, чтобы его поймать? Кому в кайф? Кто не боится с ним встретиться? Видимо, эта бабуля сыграет свою роль. Кто? Кажется, это важный тип. Тип или тип шанса. Впрочем, какая разница? Не мое это дело. Не понял. Может, ты сейчас что-то зафиксировал? Моя из Хьюз. Хьюз. Это могила? Да, вы правы. Как печально. В мои годы о скорой кончине не думать практически невозможно. Страшные вещи говорите, госпожа. По-моему, вам еще жить да жить. Генерал-лейтенант Грумман. Ты назначил встречу у могилы генерала Хьюза, так ведь? Уважуха. Я решил, что дело серьезное, раз уж ты воспользовался этим каналом. А чтобы убедиться в этом, сам решил приехать. Ну, вы известны своими чудачествами. Ничего удивительного. Маскировка высший класс. Молодец, уважуха. Чудачествами? Я сочту это за комплимент. Да, уважуха. Ну? Что случилось? Уважуха. Восточная алхимия. Можем поискать что-нибудь в восточной библиотеке? Можно. Раз девчонку найти не получается, попробуем разузнать о самой алхимии. Надеюсь, хоть что-нибудь найдем. Ясно. Выходит, вина лежит на всех высших чинах. Вот только отдал ты за эти сведения слишком много. Сражаться безнадежных людей рядом ты не сможешь. Нет. Вы правы, с этим не поспоришь. Да, за Рэйвен. В годы моей службы в Центре он спросил меня. Хотел бы ты командовать идеальной бессмертной армией? Бессмертной армией? Не о гомункулах ли он говорил? Я ответил, что нет, и посоветовал ему не болтать чепухи. И вскоре меня перевели в восточный штаб. Это была ссылка? Да. Вот и приходится мне теперь на Востоке наводить порядок. Все ясно. Вы помните Леорское восстание? Когда стальной алхимик раскрыл ужасные замыслы лжепророка Лета. Да, помню. Несмотря на волнение в Леоре, все их быстро подавили. Благодаря своевременному вмешательству в восточной армии. Но едва появилась армия Центра. Восточную армию оставили не у дел. Ведь да. Да. С приходом Центральной армии общественные выступления становились все серьезнее. Ребятки из Центра что-то задумали, согласен? Не хочется мне это обсуждать. Почему бы вам не подождать моей отставки? Опять шутите? Вы же великий генерал-лейтенант Грумман. Кому-кому, а вам меньше всех хочется руководить каким-то захолустьем. За вами стоит вся восточная армия, в которой немало ветеранов, воевавших в Ишваре. Переворот! Так и знал, что однажды ты свяжешься со мной, чтобы попросить о помощи. Я правильно понимаю, ты хочешь подкинуть мне работу? Ну и но. Это работа? В Центре творятся интересные делишки. И в моей груди с новым жаром разгораются амбиции. Все. Гражданская война. Учердствуйте, а то маскировка подведет госпожа. Да что ты. Вы сейчас свободны? Если не против, выпьете со мной чашку чая. О нет, благодарю. Спасибо за приглашение, но... Все. Да господи, что вы там в библиотеке еще забыли? А? Плохо дело. И почему здесь ничего нормального нет про восточную алхимию? Может, просто съездить в Сины и поучиться алхимии там? Может? Нет. С автоброней мне пустыни ни за что не пересечь. А. Кто там? Кто? Кто? А, Армстронг. Привет. Добро пожаловать. Вот ты где, Эдвард Элрик. Майор! А вы тут какими судьбами? Тихо. В библиотеке сохраняй тишину. Я слышал, вы ищете девочку из Сина с черно-белой кошкой. Ищем, ищем, ищем. А откуда вы это узнали? Услышал от полковника Мустанга. Я прибыл по его приказу. Армстронг свой. Сейчас она направляется на север. Согласно нашей информации, в западном городе она села в поезд, идущий на север. Отлично. На север, значит. Отлично. Теперь хоть зацепка есть. Спасибо, майор. И полковнику спасибо. Постой. Не спеши. Отлично. Все на север. Возьми это с собой. Ну... Что это? Рекомендательное письмо. Вряд ли поможет, но встретиться с ней необходимо. Встретиться... С кем? С кем? С кем? Генерал-майор? Причем старше. Селим вряд ли. Ну приемыш. Гнева. Гнева. Короче. Скорее. У нас... Армсваг отправляет... Теперь ты не сбежишь, шрам. Шрам. Черт. Они все задумали. Давай, прыгаем. 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 Вперед. Ну, короче, они прыгнули. Блин, а это не слишком опасно на такой скорости, на поезд прыгать? Ну, это шрам, так что всем пофиг. Машем ручкой. Сообщите в штаб. Он на поезде в западный город. Проклятие. Сомневаюсь. Он хочет сбить их со света. Восточной алхимии я мало что понимаю. Но преобразование на расстоянии сделанной Мэй, это нечто. Да. Вот бы и мне такому научиться. Надо было все о нее разузнать, пока она у доктора Нокса была. Линк сказал, что их алхимия в основном на лечении годится. Я бы мне так не показалось. Неужели ты младший брат стального алхимика, который вечно носит доспехи? Банат. Да. Вот это да! Ого! Ого! Спасибо. Но будь потише в библиотеке. Ой, простите. А о чем вы читаете? О восточной алхимии. Восточной алхимии? Алхимии Сина. Ого! Империя Син? Да, но разве братья Элрити не знают в совершенстве алхимию Аместриса? Но зачем вам слабая алхимия из других стран? Слабая? Она не показалась слабой. Потому что я ищу способ вернуть тело и с гомункулами бороться. Как бы сказать. Говорят, восточная алхимия хороша для лечения. Вот я и изучаю ее на предмет новых способов помощи людям. Ого! Чего-то подобного и стоило ждать от братьев Элриков. Ал! Альфонс! Собирай вещи, мы уходим! Брат, не кричи в библиотеке. Постой, и куда мы теперь? Я все объясню по пути. В общем, нам пора. Бегом в отель вещи собирать. Что это за парень? Раз братом зовет, то ты, наверное, государственный алхимик Эдвард. Да. Ого! Слухи не врали! Ты и правда самый маленький алхимик! Что ты сказал? Эй! Ну-ка, повтори! Повтори, что сказал! Готовься к полету! Хочешь, на Нептун запущу тебя! А, восстанови его! И это правда! Ты страшно злишься, когда маленьким называют! А-а-а! Суть! Руки прочь от господина Селима! А? Не стреляйте в него! Неужели ты... Селим Брэдли? А его классно охраняем! Сын генерала? Да, точно! Папаня! О-о-о! Я бы туда бы не сомался! И что мы здесь делаем? Разве мы не должны быть в поезде на север? Будто это моя идея! Простите! Как можно дальше оттуда! Он давно вами восхищается, господин Эдвард! Восхищается? Ты любишь алхимию, Селим? Да! Я мечтаю научиться алхимии и стать государственным алхимиком! Как господин Эдвард! Он мной восхищается! И тогда я смогу помогать отцу! Облом! Да! Ты любишь отца? Генерала Кинга Брэдли! Конечно! И какой он? Опиши его! Он очень гордый! Делает даже такую работу, от которой другой на его месте расплакался бы! И каждый день работает только на благо своего народа! Ясно! Генерал, похоже, всегда очень занят! Пропаганда! Да, это точно! Он хочет работать до тех пор, пока будет в состоянии хоть что-то делать! Я уже не раз говорила ему, что он должен помнить о своем возрасте! Но он всегда снова с головой уходит в работу! Свою работу он, конечно, делает! Но с женщинами себя вести не умеет! Он крайне не вежлив! Однажды я влепила ему хорошую пощечину! С этого-то все и началось! После чего мы стали встречаться! А на первом свидании... Это Галуку! Это убийца! Явился, не запылился! Собственные персоны! Привет! Отец! Наконец-то! С возвращением! Спасибо, Серим! Что за внезапный визит? У меня появилось свободное время! Да, пришел, что я здесь! А потом еще и узнал, что здесь стальной алхимик! Здравствуйте! Давно не виделись! Да мы же недавно встречались в главном штабе, разве нет? Ясно! Выходит, вы встретились в библиотеке? Да! Что, хотите сказать, что мы не похожи? Нет! Не в этом дело! Мы с ним не кровные родственники! Детей завести мы не смогли! Понятно! Вот и усыновили Селима! Он вырос добрым мальчиком, заботящимся о родителях! Хватит, отец! Ты меня смущаешь! Но я говорю правду! Что-то случилось? Да так! Нет! Просто прежде мы видели вас лишь за работой в главном штабе! Вот и все, да, брат? Видимо, мы не ожидали увидеть вас в другой обстановке! Ну, в такой! Семья есть семья! Даже для меня! Хорошо! Хотя она, конечно, отличается от вашей! Хм! Уже уходишь, отец? Да, пора возвращаться к работе! Чувствуй себя как дома, стальной алхимик! За мной! О, боже! О, конида! Приходите еще! Ладно, спасибо! Самый напряженный момент вообще был! Когда вот! Ребята! Не думаю, что его жена и сын знают, что он гомункул! В любом случае, нам нужно на север! И побыстрее! Надо поймать эту девчонку! А затем узнать у нее секреты восточной алхимии! Согласен! Отлично! Будем на месте к утру, а пока спи! Отлично! А! Ну, его там уже нет, сто процентов! Он же не тупой! Они спрыгнули! Снова его упустили! Это карта западного района? Да! Последний раз его видели... Здесь! А это западный город! Шрам и Марка пропали где-то по пути! Здесь! Да! В ущелье поезд должен замедлять ход, так? Спрыгнули! В этот момент с него можно спрыгнуть! Не скажу, что невозможно, но точно очень опасно! Ясно! Что ж, интересно, куда он направился после того, как спрыгнул? Север? Наверх! Или юг? Ну, точно не назад и точно не на запад! Там и там его поджидали! Наверх! Он это понял! Ну, почему он это понял? Короче, они потом пешком через эти горы... Оу! И там такое... Возможно, это спасение! То, что его брат начеркал... Мы ведь впервые едем на север! Да! Интересно, а снег там будет? Снег? В Ризенбурге его нечасто увидишь! Хм! Ну, вообще была очень показательно красивая сцена! Очень красивая показательная сцена того, как Алл с Эдом пришли в гости к Кингу Брэдли! Очень показательная сцена! Как он им сказал... Семья? Даже для меня! Даже для меня! Не ожидали увидеть в такой обстановке гомункула своего врага, у которого по факту нету никаких... Ну, по их соображению нету никаких чувств, нету ничего! Олицетворение полного зла, которое надо уничтожить! Даже напомнило мне, знаете, сцену из романа «На западном фронте без перемен» Я помню, ну, кто читал, тот поймет! Там есть сцена, где главный герой целую ночь, если я правильно помню, и давно уже не читал, Целую ночь провел в воронке, которая осталась после снаряда, а там был, кажется, французский солдат его возраста, мертвый! И тот на него смотрел всю ночь, и он смотрел на него и думал, боже мой, это же не чудовище, это не какая-то мразь, которую мне показывали в Германии Это такой же молодой парень, как мои друзья, как мои одноклассники, как я сам! Он посмотрел к нему документы, посмотрел, читает эту фамилию, имя узнал, письмо, фотографию родителей, что-то в этом роде было Здесь примерно такая же ситуация была У вас есть семья, у меня есть семья Мы друг друга не очень, но надо всегда помнить Да, но он им так по-гнецки намекнул, у вас тоже есть семья То есть вы это, если вы сюда явились для того, чтобы меня это, то я тоже могу, я все знаю о ваших близких Да, очень было красиво показано, наконец-то шраму выделили намного больше времени Как он убегает, как он скрывается, как он минует ловушки Молодец! Багровый, багровый сволочь! Я не знаю, как он сейчас понял, что он идет на север, так же с таким же успехом мог идти на юг Но знаете, есть у этих людей чутье Я вот хотел бы вам сказать пару слов, еще даже в прошлой серии Он сказал очень-очень правильные слова во время войны в Ишваре, Хоукаль Адитанту Густану, девушке Он, скажем так, у психопатов есть такая очень плохая, очень такая плохая привычка полностью контролировать свои эмоции И очень хорошо читать эмоции других людей Очень хорошо умеют распознавать их самые потаенные мысли И он, как никто другой, походит на эту работу Так как шрам, шрам очень, скажем так, яркая личность И у Багрового есть все шансы на него выйти и его найти Потому что у него чуйка, он чувствует своих противников Что ж, это была 32 серия Стальной алхимик, братство Ну ладно, хорошо Скажем, что великий генерал, господи, оделся в девчонку и так приехал Ну молодец, это было реально круто И правильно, господи, вот ради дела на это идет Ради дела на это идет Что-то ему так классно сказанул Намекнул, что типа Северная армия Кстати, Центральная армия То есть везде, где появляется Центральная армия, там начинается смерть Восточная армия подавила мятежи быстро И все Но потом явилась Центральная и все начало рушить и устремлять Кажется, там Кинга Брэдли почему-то любит чинить разбой Интересно, почему Ну вот теперь точно, это была 32 серия Стального алхимика Благодарю вас, что смотрели это вместе со мной Увидимся уже на 34 серии Господи, простите, на 33 серии Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok